1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Очень долго грузились слайды. Слишком много я их наштамповала. Слышно, да? Всем привет! Вы просто не представляете, как я по вам безумно соскучилась. Всем доброе утро! Очень рада сегодня перед вами выступить. Те, кто не в курсе, представлюсь. Меня зовут Мария Скоренко. И буквально, получается, в пятницу я приехала просто с масштабного мероприятия. Называется, ну, «Лето море Айфлейм» в Абхазии. Эмоции просто переполняют. Вот честно, многие там мне знакомые, ну, которые ни в деле, ни в курсе, они спрашивают, «Маш, ну мало же дней». Честно, в последний день мне очень безумно хотелось домой, потому что уже хотелось вплотную приступить к работе и начинать уже все то, что мы там узнали, наконец-то в жизнь воплощать. Сегодня попытаюсь самые такие, да, начать просто пахать, потому что ту информацию, как нам сказали Кукушевы, «Ребят, вы понимаете, что мы вам сегодня дали, завтра уже, возможно, работать не будет». В плане том, что время идет, оно действительно быстро течет, оно не стоит на месте. И, говорит, «Может быть, мы сегодня вам дали, а завтра это уже не работает». Поэтому если вы сразу же не начнете это понимать, применять в жизнь, то, в принципе, можно даже и не пытаться, да. Как если вы что-то задумали, нужно это сделать в течение 72 часов начать, а лучше 24, иначе вы никогда это не сделаете. И вот такое чувство, когда я домой просто уезжала, что действительно просто не хватает именно вот этого, что уже скорее-скорее начать работу. Ладно, не буду засиживаться, честно, слайдов сделал много, очень много хочется рассказать, постараюсь очень быстренько, коротенько. Ну, могу рассказать немножко о своей дороге, буквально 2 секунды. Кто знает, я живу очень довольно-таки далеко, да, как мы говорим, от цивилизации. Я из Ханты-Мансийского округа, город Урай. И кто меня в Абхазии не спрашивал, как я добиралась, я всем говорю. Ну, только на медведях не ехала. Потому что, чтобы вы понимали, подъем у меня в 5 утра. Сначала я еду на автобусе, потом я еду на электричке, потом я еду 2 часа на автобусе, 4 на электричке, потом 2 часа снова на автобусе, потом ночую в Тюмени, потом из Тюмени самолет. В общем, только медведи и олени меня и не везли. А так, очень огромный путь, чтобы добраться до Абхазии. Там уже, когда в Сочи приехал, уже, кажется, вот, на третьем фото, вот на этом, это мы уже в Сочи приехали, нас там встретили, все здорово. А до этого у меня брат в Тюмени меня встречает, пересаживает и так далее. В общем, очень долгий путь. Он, ну, получается, если с самолетом, то это сутки, так как дальше самолет. Ну, сколько мы в этот, я в этот день сделала пересадок, это просто вот, ну, это просто цель дотуда доехать, потому что это было, несмотря ни на что, несмотря просто вот любые преграды, наверное, я обошла, чтобы съездить на лето мой Арифлейн. Я в том году ездила в Крым, да, мы были с Лилей, с Мишей, это было просто шикарно. И в этом году я решила, это как мы когда прощались, Ола нам говорит, жду, говорит, когда заявки, а, жду, говорит, вас на следующем лето мой Арифлейн. Я говорю, а когда заявку подавать? Вот все, кто стоял, они просто рассмеялись, потому что, ну, вот что-то наподобие у меня было, что тогда, что сейчас. В Саратов, я подумаю над вашим предложением. Так что дорога очень-очень дальняя, и, конечно же, мы все-таки приехали к цели, во что я влюбилась сразу в Абхазии, так как я человек, в принципе, который, можно сказать, путешествовать стала только с Арифлейн, это, конечно, красота. Красота там неописуемая. Да, обязательно в гости приеду, как только дом настроите. Обещала обязательно выполнить, тем более столько человек сейчас в комнате. Поэтому я даже тут приехала с Абхазии, зашла в компьютер, первое, что я делала, это сколько стоят билеты до Саратова. Вот смотрела, вот реально, думаю, сколько мне ехать, и сколько примерно, так что давайте быстрее. Дом строите, чтобы уже точно приехать. Абхазия – это страна, она просто необычайной красоты. Честно, я на момент, мы же там границу проезжали, все дела, таможенный контроль. Я когда заехала в Абхазию, у меня вот как при въезде в Абхазию рот открылся, он закрылся только, когда мы оттуда уезжали. Потому что просто куда не повернёшься в Абхазии, да, мы были в городе Новый Афон, вот красота неописуемая. Вот реально, я просто, я человек, может быть, не настолько эмоциональный бываю, но здесь я просто не могла этот восторг, у меня улыбка с лица не сходила, так как вот просто куда не посмотришь, везде красота. Особенно, когда ты отдыхаешь с единомышленниками, мало того, что природа вокруг красивая, а ещё и люди все такие доброжелательные. Да, просто всё лучшее отдала в Абхазию. Там и водопады, там и озёра, там и, да просто, кипарисы – это что-то необъятное, это просто такое, просто нет у меня слов это передать. Мы сразу в первый же день познакомились, ну, соседка моя, получается, на фотографии, с которой я жила, Катя Снисаренко, я о ней уже писала в чате, что эта девочка буквально недавно пришла в Айфлейн, буквально в декабре месяце, сейчас на данный момент она 15%, но это тот человек, который, он, наверное, зажигал, ну, практически все 300 человек. Вот Катю Снисаренко знали все, абсолютно, потому что это такой был, такая зажигалка, во-первых, она жила в Абхазии, поэтому у нас, у ней бабушка из Абхазии, у нас был личный экскурсовод на все 4 дня, она рассказывала нам абсолютно всё, и просто она реально зажигает, это девушка из команды Гоглоева, кто, думаю, что все здесь абсолютно знают, кто такой Гоглоев. Вот. И ещё на фотографии наши тоже соседи, это пара из Москвы, они оффлайнщики, он вообще не зарегистрирован в Айфлейме, она золотой директор, приехала учиться работать онлайн, просто общаться с людьми и научиться уже в конце концов, что такое работать в интернете. Да, ещё даже в наше время есть люди, которые действительно работают оффлайн, у ней офис, из ПО она собирает людей, интернет, и она не работает. А Саша, муж её, он просто приехал ей для поддержки, это первое мероприятие, на которое она его всё-таки уговорила приехать, даже ходил с нами на тренинги. В общем, мы решили, что скоро у неё обязательно в команде будет прибавление, они с мужем начнут уже строить бизнес вместе. Давайте пойдём дальше. То, что фотографии показывала, это был первый день, как мы только приехали. Реально мы зашли в номер, мы помылись и побежали гулять. Всё, в душ сходили, мы даже не отдыхали, мы не лежали, потому как времени ограничено, и хотелось, конечно же, всё увидеть, всё посмотреть, со всеми пообщаться, поэтому гуляли мы просто постоянно. Тренинги и прогулки, всё. Больше мы в номере практически не сидели, поэтому и была проблема, что интернет был только в номере, а мы находились постоянно на улице. Реально просто на улице, всегда-всегда и везде. Вот, здесь фотографии, они не очень, может быть, качественные, но я решила вам их показать. Это фотографии с первой вечеринки. Видите, может быть, да, на коллаже стол, именно как он выглядит, вот такие столы были на обоих вечеринок, они были просто завалены угощениями. Честно могу сказать, если даже на том лето море Арифлейм, я вот такого не помню, такого масштаба. Вот реально масштаб. Здесь, во-первых, было, если на лето море Арифлейм было 150 человек, то на лето море 2016, лето море Арифлейм 2017 в Абхазии было уже 300 человек. Реально 300 человек просто единомышленников. Честно, у организаторов, это Александр Воронов, Дмитрий Ливанов, у них просто волосы дыбом стояли с первого дня, потому что они реально не могли, ну не могли они нас организовать, потому что каждый из нас в день хотя бы с одним вопросом к ним подходили. Реально подходили, они были такие счастливые, потому что все-таки это огромный труд буквально нескольким обычным людям организовать такие мероприятия. Это же всех расселить, все, и вечеринки, они были просто шикарные. Забыла вот сейчас загрузить видео, но я вам скину в чатах. У нас даже видео с Мишей были в том году. Я не говорю, что в том году было плохо, я о том, что компания прогрессирует, и каждый год еще лучше и лучше, и я уверена, что следующий год он будет на 100% еще круче, чем этот год, потому что это всегда так, с каждым годом компания делает мероприятие еще лучше. У нас даже столы, это все угощение, это понятно, у нас даже фейерверки были в нашу честь, что на приветственной вечеринке, что на последней вечеринке. Вот тут на фотографиях еще, конечно, и лидеры прогрессируют, и компания, вот на этой фотографии сбоку получается, вот, мама и дочка, они тоже из команды Гоглоева, получается, параллельная веточка Кати Снисаренко. Ребята, они приехали, это вот для тех, кто не может приехать, потому что там дети, мужья, они приехали на это мероприятие, девушка приехала с тремя детьми, с тремя детьми, одной, одной, что-то полтора года, еще одной, трех нету, и мальчик лет пяти. Трое детей с ней были, ну, конечно, у нее была мама, которая тоже в Арифлейме, были еще две бабушки, но, честно говоря, она с ними так легко управлялась, что, в принципе, она справилась бы и без бабушек, это было так здорово, смотреть, потому как они все в Арифлейме, абсолютно везде, да, Гоглоевы, они везде с тремя детьми, это для тех, кто считает, что они из-за детей не могут куда-то выезжать, это просто наши отговорки, как мои отговорки, как ваши отговорки, мы просто придумываем себе причины сами. И вот, наконец-то, да, многие писали в ленте, да, замечала такие посты, что пишут, что вы там не учитесь, комментарии, да, а приехали отдыхать. Вот вам доказательства, что мы действительно были на учебе, учеба проходила в школе, получается, это первый день учебы. Фотографии, правда, со второго дня, но просто я хотела вам показать именно масштабность, видите, да, что действительно, ну, очень много даже родственников было просто, которые не зарегистрированы в Айфлейм, но они также оплатили обучение, они сидели, слушали. Это действительно потому, что очень интересно, это же не просто сухие цифры, которые мы можем, например, даже услышать в интернете, это же история людей, которые, ну, ребят, онлайн слушать это не то. Вот когда ты сидишь там, там, и плакали, да, и мурашки, и слезы, и смех, и все, вот эта вот энергетика, которую передали нам лидеры, она действительно, она бесценна. Просто я третий раз уже езжу, да, первый раз это был Египет, второй раз был Лето Моя и Айфлейм, и третий раз Лето Моя и Айфлейм 2016 в Крыму, и сейчас вот в Абхазии. Я уверена, что вот эти тренинги, они не сравнятся ни с чем. Поэтому я вот вообще, нет, это не так мощно, записи вебинара. Поэтому я прям всем советую на следующий год просто уже сейчас в планах это прописать. Потому что Лето Моя и Айфлейм, оно обязательно будет, честно будет, пока еще точно не сказали нигде, есть задумки. И давайте немножечко, буквально я пройдусь по тем главным секретам, которые нам дали лидеры, очень кратко постараюсь, потому что время действительно ограничено. Кстати, если нужно, я думаю, что это нужно, просто я еще не скинула, я уже себе все скачала. Есть абсолютно все слайды семинаров. В Лето Моя и Айфлейм их скинули, поэтому думаю, что там можно какие-то фишечки взять. Начал тренинг, просто мощный лидер, только бриллианты. Там были спикеры в этот раз были только бриллиантовые директора. У них разный срок как бы возвышения по карьерной лестнице. Ну вот все, думаю, знают, кто такая Надежда Санникова. Это Лидия, которая просто взорвала, мне кажется, онлайн-бизнес. Надя, первое, что сказала, ребят, «Газпром мечты не исполняет». Это человек, который много лет работал в «Газпроме» и человек, который, можно сказать, сделал себя, она честно сказала, «Если вы считаете, что я очень быстро выросла в Айфлейм, но у меня был до этого сильный личностный рост, потому как, она говорит, я росла постоянно». Все-таки вот именно еще внутренне, она просто уже пришла в Айфлейм бриллиантовым директором, она не могла стоять на месте, поэтому она очень быстро выросла, она делится своими секретами, просто, ну просто берите и делайте. Я думаю, что таких Айфлеймщиков нет, просто Надю, ну, я не знаю, может, кто вчера только пришел, и то в интернете они должны видеть Надю. Потому что Надя, это просто, это взрыв эмоций. Надя, она до такой степени простая, да, как видео было, «Железная Надя» называлась, она до такой степени досягаемая, что каждый, мне кажется, каждый из 300 человек на этом семинаре сфотографировался точно каждый, еще и подошел. Да, в презентации ее даем, потому что Надя, это просто, это взрыв эмоций. И на минуточку, пожалуйста, промежуточные результаты данного каталога, видите, да, 22 тысячи, это вот на тот момент, когда мы были в Абхазии, ее результаты, 22 тысячи баллов, 22 тысячи 163 балла. Ребята, это результаты команды, это промежуточные, это не итоговые результаты каталога. Ну и, конечно, вот, пожалуйста, за данную работу уже и зарплата, ну, это то, что у ней на номере, это еще пока не зарплата за этот каталог, так результаты промежуточные. 6 отсоединившихся групп. Я думаю, да, все бы хотели видеть такие результаты, но это все реально. Пожалуйста, они все абсолютно предоставляют, всю информацию. Что Надя нам советует? Она советует не выбирать, а перебирать. Что это? Вот смотрите, если мы возьмем песок и будем искать, да, золото, или вот в ведро кинули горсть бриллиантов, вы что будете делать? Вы будете эти бриллианты выбирать? Вот просто выбирать из ведра или все-таки вы потихонечку будете просыпать, да, через какое-то устройство данный песок и эти бриллиантики именно перебирать оттуда? Так и в нашем бизнесе мы не можем выбрать, мы не можем сказать, вот этот даже, да, теплый рынок, например, этот знакомый будет моим ключиком, а этот нет. Мы просто перебираем, мы реально перебираем. Мы не можем решать, за человека, поэтому мы постоянно перебираем. Выбирать мы не имеем права. Лидерский путь это рост бизнеса. Пожалуйста, первое, что мы должны сделать, вот каждый, кто сейчас находится в комнате, стать лидером для себя. Если мы не являемся лидерами для себя, то мы, в принципе, не можем быть лидерами для других. Дальше уже лидер для другого. Дальше уже мы идем лидер для команды, лидер для организации, лидер для лидеров. Это тоже очень важный момент, потому что все бриллианты, не все сказали о том, что они не просто так приехали учить нас, они приехали учиться у других лидеров. В Айфлейме всегда учатся. Дальше уже ты становишься лидер для сети и дальше лидер мира МЛМ. Так как вот такие большие результаты, как у Нади, как у Шахаевых, они обязательно в мире МЛМ отмечаются. И другие, даже не Айфлеймщики, они обязательно будут у этих лидеров учиться. Поэтому лидерский путь, это рост в бизнесе. Но первое, что мы должны, ребят, сделать, это стать лидером для себя. Если мы не можем организовать себя, мы не можем что-то требовать от команды. Мы просто не имеем на это права. Ну, тут так уж немножечко об этом скажу, что значит для Нади отличный спонсор. Так я ее по-простому Нади называю, потому что, мне кажется, все уже называют ее именно так. Первое, что мы должны сделать, ребят, все просто, секрет успеха прост. Научитесь и научите проводить собеседование для себя и своих партнеров. Научитесь и научите проводить полную презентацию бизнеса. Научитесь и научите проводить тазвоны с новичками по всей команде. Научитесь, представьте, Надя, она общается, старается, по крайней мере, общаться, ну, с персоналкой, это точно, с новыми ветками, с каждым новичком в команде. Потом уже, конечно, те ветки, которые у нее от нее отсоединились, она говорит, я уже туда не лезу, если только меня попросят. А так она общается с каждым вошедшим человеком в ее команду. Научиться проводить пронелки с ключевыми проектовами, сами прокачивать свой чат по сопровождению, не ждать от лидеров, да, как многие из нас это делают. Научитесь и научите проводить свои командные мероприятия, ну, и акции, встречи, это все понятно. В общем, спонсор, лидерам и спонсорам нужно быть просто для себя лидером, быть, и тогда спонсор из вас получится просто восхитительным. И, конечно же, фокус для будущего бриллианта, это правильно расставленные приоритеты. Надя честно сказала, ребят, я, может быть, где-то плохая мама, может быть, где-то своих там детей, да, я не вовремя почитала сказку, где-то даже не помыла, где-то бросила на мужа, но правильно расставленные приоритеты. Она честно сказала, невозможно сразу стоять на две доски и параллельно выкладывается, она нам говорит, вот вы стоите на двух досточках, одна нога на одной, одна доска семья, а другая бизнес. Понятно, что мы не можем семью забросить, но она делает так, она вышла на новую квалификацию, да, вышла на новую уровень, потом подтягивает семью, она говорит, параллельно невозможно вести сто процентов обе, как бы, ветки жизни, все равно где-то придется хотя бы в каких-то моментах немножечко сначала семью отпустить, ну в плане том, что, ну что возможно, понятно, что дети кормлены, там, да, муж доволен, ну немножечко хотя бы припустить, а потом, конечно же, ее нужно подтягивать, она говорит, у меня новое звание, я хоп семью беру и куда-нибудь еду вместе, да, чтобы вот семья тоже не чувствовалась и отдаленно, она очень, она еще очень здорово организовала, там вопросы были про мужа, она говорит, мой муж не в Арифлейн, мы с ним на одном номере, но он не в Арифлейн, но я, говорит, научилась потихонечку, например, он у ней, когда она много страниц было, помните, да, это гонка за большим количеством страниц, сейчас у них у всех, можно сказать, по одной странице, но они уже до этого доросли, она говорит, я мужу дала пять страниц и он их полностью прокачивал, он ставил статусы, которые я ему готовила заранее и добавлял в друзья, поэтому он не в Арифлейме, ну, конечно, запускают семью, еще как запускают, и она тоже об этом говорит, что она говорит, я, может, плохая мать и плохая жена, но они мне обязательно за это скажут спасибо, еще как запускают работающие люди, еще даже больше, чем в Арифлейме, так как в Арифлейме мы постоянно рядом с семьей, а когда мы ходим на работу, этого вообще нет, ищем только тех, кто ищет, лично и крутим каждый день, без личных регистраций просто не построится бизнес, верим только действиям, если вы выйдете в своей команде людей, да, которые, ну, вроде бы, она очень строгая к своим партнерам, у нее нет такого, что ключиками теми же самими могут быть абсолютно все, поэтому она верит только в действия, она верит, если есть регистрация, она верит, если видит результат у команды, тогда она и работает с этими вот именно ключевая команда и все в таком плане, только действиям верить, говорим на языке выгоды, делегируем то, что могут сделать в команде, вот это для меня, например, для меня это очень сложно, конечно, я буду учиться, но делегировать нужно, ребят, обязательно, так как если лидер для своей команды все будет нести только на себе, он просто сгорит, невозможно все делать самому, восстанавливаем силы, просто вспоминаем, что может дать тебе энергию, может быть это поход в салон, может это общение даже где-то с друзьями, может быть это с ребенком куда-то сходить, просто нужно почитать, поспать, грубо говоря, одному побыть, восстанавливать силы нужно обязательно, и живем с Айфлейм, если не жить с Айфлейм, если по возможности не выбираться на мероприятие, то вот понимаете, если даже ты не так быстро растешь, но ты видишь эту мощь, ты живешь с Айфлейм, то в принципе у тебя есть энергия, если ты сидишь только в своей доме, в своем городе, там в своем, ну я имею ввиду, в панцире, даже просто, даже видео не смотришь по интернету, вот напишите смайлики в чате, кто из дома вчера, позавчера, вчера смотрел банкет директоров мегафорум прямую трансляцию, кто видео лили на теплоходе смотрел, это же тоже жизнь с Айфлейм, напишите смайлики в чате, кто-то смотрел, так как это очень легко хотя бы просто нажать на кнопочки и посмотреть хотя бы с монитора компьютера, ну понятно, да, что в принципе кто на планировке ходит, тебе не обязательно, хотя бы немножко, может быть не весь мегафорум, не все, но смотрели, так как без этого это ребят никак, даже видео и прямой эфир это очень разные вещи. В этот же день к нам, честно, вот в этих ребят я просто влюбилась, нам провели тренинг тоже семинарный, часть у нас была по 7 часов семинара в день, чтобы вы понимали, что это такое, это ребят может быть где-то даже и сложно высидеть эти 7 часов, но они проходят как на одном дыхании, на одном дыхании, просто ребят слушаешь их и ты не хочешь оттуда уходить. Конечно же был перерыв на обед, но 7 часов, два дня, по 7 часов у нас были тренинги. Ребята Лисан и Оскар Даминовы, Лисан, сейчас посчитаю, 85-й год рождения, они довольно-таки молодые, они нам рассказывали про мечты, про визуализацию, такой был для меня очень приятный тренинг, потому что я уже рассказывала вам в чате, кто не слышал, я когда собиралась, мы с Лилей по телефону разговаривали, Лили мне сказала, Маша, обязательно пропиши цели, и главное, наверное, целью, так как я не первый раз уже еду на мероприятие и даже работаю уже не первый день, у меня реально уже горе от ума, да, я вот в принципе теорию-то знаю, что и как нужно делать, но еще самая важная цель у меня была от этого мероприятия, мне нужно научиться мечтать, мечтать масштабно, мечтать просто не задумываясь о том, что, да, так как иногда у меня по первости так было, планы распишу на каталог, а потом так блокнотик закрываю ежедневно, и говорю, да ну, чушь какая-то, у меня все равно вот не получится, так вот, ребята, они учили нас мечтать, мечтать нужно осторожно, мечты имеют свойство сбываться, чтобы вы понимали, ребята домечтались до того, что в том году они купили себе четырехкомнатную квартиру в Сочи, как дачу, не для того, чтобы жить, не то, что они продали свое жилье, что взяли ипотеку, купили, нет, они просто купили как дачу четырехкомнатную платилу в Сочи, они просто так захотели, не знаю, кто к 30 годам может себе на обычной работе это позволить, мне кажется, что таких очень мало, поэтому они действительно крутые, вот этих ребят я слушала просто на одном дыхании, могу потом скинуть табличку в чаты, потому что в принципе я думаю все это знают, куда исчезает наше время, здесь очень здорово расписано, сколько мы спим лет за жизнь, сколько мы, то действительно время смотрим телевизор, да, более 8 лет по жизни, это примерно если ты вот до 60 лет, до 70 доживешь, то ты вот сколько лет тратишь вот на это все, время уходит просто в некуда, ребята именно об этом рассказывали, немножко, и также они говорили о тайм-менеджменте, технологии, позволяющей невосполнимое тайм-менеджмент, это технология, позволяющая невосполнимое время жизни использовать в соответствии с личными целями, думаю, это все знают, я в принципе с удовольствием, если это будет интересно, в принципе пересмотрю еще весь тренинг, все видео, свои записи, у меня их довольно-таки много, могу вам провести тренинг про Робину Шарму, это не сейчас, конечно, потому что это очень долго, он называется лучший год вашей жизни 2017, мы потом с ключевой командой договоримся, нужно это или нет, честно, меня этот тренинг очень поразил, нам они провели прям там, но он реально шикарный, ребят, сейчас я не буду просто останавливаться, это даже не на 10 минут, поэтому не на полчаса, да, это реально шикарный тренинг, который просто проникает, ну не знаю, до мега, не знаю, просто самые маленькие клеточки организма, и он действительно здоровский, ребят, забыла про Санникову сказать, чтобы вы понимали, Надежда Санникова каждый месяц порядка 126 тысяч, если не путаю цифру, перечисляет пенсию своим родителям, это вот как те же самые Лисан, и все в принципе говорят, если у вас нет своих мечтаний, подумайте, о чем мечтают ваши дети и ваши родители, особенно родители, им в принципе, ну мы все не вечны, да, родители у нас уже у многих в возрасте, реально, понимаете, такую сумму денег она легко может перечислить родителям как пенсию, у меня говорят, у мамы пенсия 7 тысяч, и она действительно такую помощь, она называется шведская пенсия, она перечисляет им просто в легкую, просто подумайте о своих детях, о своих родителях, может быть, если вам ничего не нужно, то им в принципе это будет больше нужно. Фишки по тайм-менеджменту, если Лисан, она такая вся, мечтательница, визуал, то Оскар, я всегда говорю, какая квартира в Сочи, ты что за мечты пишешь, вообще нереальные, вот Оскар, он больше именно четкий, может быть, как и должен быть мужчина, у него четкие задачи, четкий список, вот и вон и фишки по тайм-менеджменту, это список задач в начале дня, знаете, я каждый раз езжу на тренинги, понимаю, что в принципе мотивацию я получаю, заряд энергии, да, но мы это все знаем, ребят, мы просто не поменяем, секрет успеха, он просто, задачи жесткие, привязка по времени, жесткие задачи в календаре с напоминаниями, гибкие в список задач календаря, в конце дня обязательно чек-лист, что выполнено, что нет, задачи вчерашнего дня, которые не выполнены или выполнены частично, приносятся, либо отменяются, может, вам эта задача уже будет не нужна, у Лизаны-то все легче, у ней просто три часа рекрутирования, два часа сопровождения, два часа обучения, в принципе, как у нас у всех, но мне, честно говоря, больше понравились фишки именно оскала, потому как точнее, точно, вот этот гиб, нужно просто все прописывать, чтобы действительно с плана не сходить, ребят. Система очень проста, в основе лежат ежедневные систематические действия, и больше, в принципе, ничего. Кукушовы. Я думаю, что мало кто и в нашей команде не знает этих ребят, особенно те, кто из Саратова, это Ольга и Витя Кукушовы, они просто молодцы, они действительно выросли, честно, пообщалась с Олей, брат, он безумно рада, может, потому что, когда я пришла, они огромные молодцы, ребят, вот эти ребята, я когда вижу Витю и Олю, второй раз я вижу Витю и первый раз Олю, чувство, что они мои родные, так как я пришла в проект, мы с ними довольно-таки плотно общались, и они молодцы, они до такой степени выросли именно личностно, просто вот безумно, пообщалась с ними лично, с Олей посидели, поболтали, просто это мне было, видимо, нужно для того, чтобы перебороть себя, подойти, но они такие крутые, они такие молодцы, люди, которые действительно просто сделали себя, они нам, вот у них сухие числа, не буду сильно останавливаться, потом обязательно это обговорим в ключевой, потом вам это дадим, на минутку скажу, что Кукушова, Виктор и Ольга на данный момент бриллиантовые директора, квалификации старших и дважды бриллиантовых директоров города СССР, бриллиантовые директора, ребят, ЛМО, ЛМО, ЛМО и Айфлэйм 2015, Оля и Витя приехали вдвоем, ЛМО 2016 в Крыму, Витя приехал один и привез с собой команду 10 человек, Оля на тот момент не приехала, ЛМО 2017, с собой они привезли 78 человек, я не знаю какие еще показатели нужно людям дать вот этого действительного роста, 78 человек, на момент данного ЛМО 2017 у них была самая большая команда, да, закрыли старшего бриллианта, слышала, это супер, 78 человек единомышленников с разных уголков мира, которых они может никогда не видели, они приехали, чтобы с ними пообщаться, я считаю, что это мега круто, мы все смеялись, да, как ушата, просто заполнили весь новый афон, что была мотивация, видите, да, наверное, все, что Витя это железнодорожник, что может мотивация, как у нас у всех, мечты, цели, отсутствие дохода, нежелание работать на дядю, работа 12 часов в день, кредиты, съемная квартира, отечественное авто, денег нет, отпуск раз в год, мне кажется, дети, дети, уволись, Витя, на минутку просто, трое детей, и вот их график, это для тех, кто действительно, дети им мешают расти, распорядок дня, пожалуйста, обычная семья, которая просто, четко распланировали свое время, и работают четко по плану, потому что с тремя детьми без плана, извините меня, не получится, здесь с одним-то не получается, без плана, реально не получается, а тут трое детей, пожалуй, специально поставила именно их распорядок дня, потому что они успевают абсолютно все, нам, они вели тренинг, у них прозвенел будильник, у них либо усадников, им надо выкладывать пост, понимаете, все так же, как у нас, они очень много изменили свои работы, в принципе, тоже, я смотрела на их, они же все делают, мы то же самое все делаем, пожалуйста, первый урок школы новичка с теплым рынком, созвоны спонсоров, созвоны вебинарной комнате в присутствии команды, нам это Лиля тоже проводила, контроль постинга, смотрят, что посты выкладывают, не буду на этом долго останавливаться, сильно очень много информации, на что люди приходят, конечно же, на человека, на события, на команду, на возможности, на интересный, активный образ жизни, они действительно очень интересные, учимся просто оформлять качественно свою страницу, слишком много действительно, я добавила слайдов, как выявляют партнера, первое, что они делают, это знакомство голосом, смотрим активность чата и темп общения, вообще Оле и Витя, у них была цель научить нас полюбить Инстаграм, так как вот для меня, по крайней мере, это тоже было очень важно, так как для меня Инстаграм это что-то такое, ну не знаю, никак я не могла это полюбить именно, я могу в нем работать, я не могу его полюбить, не могла его полюбить, они вот именно этому нас учили, и какие же выявления партнера, знакомятся голосом, смотрят активность чате, обязательно смотрят активность, дают задания, смотрят, насколько быстро отвечают в чате, Оля честно говорит, если мне человек не отвечает в течение 15 минут, то я уже начинаю злиться и нервничать, да, потому как ключевой партнер и партнер вообще должен всегда быть на связи, потом она уже, конечно, начинает звонить, дает микрофоны, то же самое, что в принципе у нас, как реагируют на трудности, общаются на отдаленные темы, точки соприкосновения тоже выявляем, да, не ноют, лидер и партнер и флейм он вообще не должен ныть, знаете, были такие люди в Абхазии, которых все не устраивало, я немножко не понимаю таких людей, на минутку на обратном пути, ребят, я в Екатеринбурге провела, чтобы вы понимали, с 3 часов ночи до 11 вечера, угадайте, что я делала, я накупила подарков, я гуляла по городу, ну, общалась с людьми, а еще, ну, что-то было у меня в планах, что я еще сделала, даже, честно говоря, с несколькими людьми пыталась утеплиться, поменялась контактами, чтобы на будущее, да, брендирование, все в таком плане, это для меня был, честно говоря, новый опыт, может, он был еще такой зидкий, немножко, боязливый, я встретилась с банком Тинькофф, так как у нас в городе это невозможно, я оформила новый расчетный счет банки Тинькофф, поэтому время нужно, и у меня никогда не было такой мысли, что мне сложно это время провести, люди, лидеры, они не ноют, партнеры Айфлейн, и в Абхазии можно было, всегда можно вообще найти причину для того, чтобы ныть. наше видение, на что они основываются, на вечные ценности, а не на модном, быть интересными и развитыми личными и наставниками, влиять и показывать примером, что возможно все, создание сообщества свободных предпринимателей, путешествующих по миру, с правильными ценностями, интересных и развивающихся, умеющих работать в команде, и подставить, причем, в нужный момент, понимаете, да, 78 человек пришли, к этой цели они уже тоже, в принципе, доходят огромными такими шагами, и, конечно же, оставить след, не наследить, и благотворительность. Немножечко оставила тут фотографии, следующих спикеров, они тоже шикарные, но я уже пократче их сделала, второй день, но, тем не менее, самую идею я выделила. Это, чтобы вы понимали, это мы гуляли, да, у нас было время гулять, это было где-то ночью, где-то вечерами, где-то между тренингами, с утра. Ребят, мы там практически не кушали, не потому, что нас не кормили, и у нас не было денег. Для меня тратить время, в принципе, на то, что покушали, вчера в чате затронулась тема, что вы кушаете на мегафоруме. Для меня это время, которое уходит в пустую. Мы реально, мы кушали один раз в день. Просто потому, что это был обед между тренингами, я не хотела тратить на это время, это просто было вот до такой степени, ну, частички, очень мало времени. Очень мало, но ценишь время, когда его мало. Спать и кушать было некогда, не говоря уж о чем-то остальном, да. Поэтому, реально, мы гуляли. Мы с утра вставали, перед тренингом шли обязательно гулять. специально поставила вот здесь эту фотографию, если видите на фоне лебеди, да, это шикарный парк фона, лебеди, красота, природа, как я уже сказала, которая, вот что, природа, наверное, я обязательно туда вернусь, я решила, что я обязательно должна своим близким показать Абхазию, природа, это действительно, что-то не забывала. Лебеди специально поставила на фотографии, хочу немножко сказать о Анне Сергею Шахаеве. Знаете нам, что Сережа сказал? Красиво плывут лебеди, да, так же, как красиво плывут бриллиантовые директора по новому афону. Мы здесь все такие успешные, такие классные, красивые, вы нам завидуете, и лебеди плывут красиво. Ну, знаете, что лебеди делают бесконечно под водой? Они бесконечно перебирают ножками. Я не буду, конечно, говорить, как Сергей Шахаев, потому что Сергей Шахаев это позитив, там может быть и острое словцо. Они грибут лапками бесконечно, ребят, а плывут красиво. Вот точно так же на бриллиантовых директоров красиво смотреть, ну, как они грибут лапками для этого, не переставая. У них даже каждая фотография это для того, чтобы потом пост сделать, а не просто так. Грибут лапками, реально. И вот Шахаев говорит, красиво плывут, смотрите, как они лапками грибут. Чем мне понравились эти ребята? Они живут, это семья, да, Анна и Сергей Шахаев, они абсолютно разные, у них даже методы рекрутинга абсолютно разные. Я очень долго, как я уже писала, да, Лиля мне всегда пишет, Маш, ну не можешь ты говорить, там, так много, да, голосом разговаривать, лучше пиши, ты прекрасно пишешь. Мне всегда надо казаться, ну как, но собеседование, оно же работает намного лучше, да не у всех. Аня, она работает только переписками, она очень скромная, но невозможность, такая тихая, и она действительно переписывается. Нет, она потом проводит собеседование, вот, на это все понятно, но именно рекрутинг у них переписках. Сергей, они ругались на сцене, ребята, такая энергия, они реально ругались на сцене, они друг друга перебивали, они такие живые, они такие обычные, Сергей вообще не принимает рекрутинг переписками, абсолютно, он только голосом. Что у Анны? Это, конечно же, рекрутирующий сайт, это продающие письма, продающие посты, все как у нас идет, короткие ролики, вебинары, онлайн, презентации, ничего, ничего нового нужно просто делать. Правила в переписках, это же, конечно, краткость, обращение по имени, дедлайн, ограничить сроком. Да, вот, например, если вы, ну, как можно сказать, у меня несколько человек сейчас для регистрации, поэтому, как бы, давайте уже скидывайте свои данные. Информационный повод, примеры, видео или фото. Обязательно. Это вот эти правила, которые соблюдает Анна. У Сергея все абсолютно другое. Во-первых, они нагрели о том, что есть аудиалы и визуалы. Много кто воспринимает голос, кто-то воспринимает текст. Вот я честно могу сказать, я сама, мне нужно, честно говоря, видеть. Голоса, даже если со мной просто по телефону разговаривают, мне это мало, мне лучше картинки, видео, и вот действительно переписки, наверное, именно для меня были бы легче. Поэтому есть люди разные, и разные люди придут к вам в команду. Секунду, зови слайд. Сергей, это только голос, и он тоже прав, это является мощным средством невербального воздействия. Знаете, что классно, что они действительно, не буду это перечитывать, просто хочется поговорить, называется, они действительно разные. И не работают не то, что в одной Арифлейме, не то, что в одной команде, они в одной семье. Абсолютно разные. Это о том, что говорится, что Арифлейм, он просто для всех. Абсолютно для всех. Все, кто гребет лапками, они обязательно, извините меня, добьются успехов. Составляющие бриллиантового роста. Сроки, хочу отметить, кто знает, за сколько шахаевы сделали квалификацию бриллиантов. Может, тут напишет в чате, пока я тут болтаю. Парнирование на год вперед, проведение либинала в своей обучающей курсе, акции, мотивации от команды, публичные выступления, еженедельные планерки, ежедневная практика, рекрутинг. Никто не написал. Десять месяцев, ребят, активной работы. Десять месяцев. Десять. Что такое? Это даже не год, ребят. Да, около год, десять месяцев, они честно сказали. Ну, они честно говорят, они признали, призвали себя в армию просто на десять месяцев. У них тоже есть ребенок, это все понятно, но они работали до такой степени, до умопомрачения. Десять месяцев, это так мало из вашей жизни, просто отдаться работе. Полностью отдаться. Мыслить масштабно, мы продукт нашего мышления. Я думаю, это всем понятно. Мы продукт нашего окружения. Делать многое на века. Быть продуктивным, и быть позитивным. Уже компьютер начал немножко подвисать. И последнее, у нас были последние лидеры. На минутку хочу отметить Ольга и Роберт Шеймардановы. Это спонсоры Шахаевых. Они честно сказали, поднимите в зале руки. Они классные. Я просто влюбилась до невозможности в них, честно. Они просто до такой степени классные. Они честно сказали, поднимите руки, кто считает, что нам просто повезло, что под нами появились Шахаевы. Я думаю, что даже сейчас в комнате такие люди есть, кто так считает. Ну, действительно, везунчики, да? Ну, сколько они вложили в это работы, ребят. Знаете, чтобы притянуть к себе таких мощных лидеров. Она вышла, говорит, а нам и говорить-то нечего. Шахаевым спасибо, да? Потому что они, ну, они до такой степени работали над собой, над всем работали в проекте, что таких лидеров сложно притянуть. Нереально. К обычным людям такие лидеры не притянутся. Я в плане того, что если они не лидеры, если они не сложились как уже лидеры, да, как бриллиантовые директора, они, честно сказать, они бриллиантовыми директорами стали намного раньше, чем на бумаге, да, в мозгах, в мышлении. У них двое детей. У девочки прекрасное имя, оно почему-то мне так заелось. Смотри, девочку у них зовут Эстель и мальчик родов. Доход за 2016 год, ну, чтобы вы немножко понимали, 4 миллиона 800. Я думаю, что достойный доход, который просто аплодисменты были просто до такой степени, потому что 4 миллиона 800 за год, ребят. За прошлый год это 80 стран. Участники юбилейной конференции в Майами обладатели Вольво сумма премии за год 28 тысяч долларов, товарооборот за один квартал 96 миллионов 760 тысяч. Это люди, которые я вообще считаю, что везет тому, кто везет, да, поэтому может где-то они везунчики, но они такую колоссальную работу проделали. И классные, они просто, ну, не знаю, пожалуйста, акт за 2016 год 4 миллиона 809 тысяч 539 рублей. Они честно предоставили все чеки и хочу специально эти слайды именно у них поставила, динамику показать, выписка по счету с 1 января 2017 года по 21 мая. Сколько месяцев получается? 4 месяца, да? 5 практически. И уже 3 миллиона 154 тысячи 561 рубль. Если здесь за год было 4 миллиона 809 рублей за год, то здесь уже только за 4 месяца 3 миллиона 154 тысячи. Доход в месяц 600 тысяч рублей. Они обычные люди, ребята, они до такой степени простые, просто она нам показывала фотографии из прошлой жизни, она работала, вот вы ни за что не поверите кем. Она продавала квас на улице. Квас на улице просто торгашка, которая стояла возле бочки с квасом и продавала его. Понимаете, это люди, которые сделали из себя бриллиантовых директоров. Биллиантовый директоров выглядит, думает, поступает, как бриллиантовый директор до того, как он встанет. До того, ребят. Это вот сложно, может быть, кому-то понять, но это нужно в мозгах вырасти до бриллианта. Невозможно просто взять и сделать. Нет, сделать, конечно, можно, но наше мышление, наши мысли, которые нас очень часто останавливают, это очень сильно, это сильное просто движение. Они нам рассказывали о бренде, сильно не буду на этом останавливаться. ваша страница говорит о вас больше, чем вы сами. Вы понимаете, да, что в интернете наш бренд, ребят, это наше все, это наше лицо, нас не видят. Я думаю, все видят здесь, вот кто увидит, да, апли, получается, да, как сказать-то, эмблему, они понимают, что это такое, у них сразу в голове вспоминают. Мерседес Бенц, Адидас, Шанель, для нас Арифлеймщиков, мы услышим фамилию Санникова, Шаймардановы, Полежа, для нас это всплывает в голове. Так вот, наши страницы говорят о нас больше, чем мы сами, нас могут не знать. Но зайдя на нашу страницу, они честно нам сказали, первое, что мы вам желаем сделать, зайдите на страницу, почистите ее. И даже мы проводили такое немножечко, как бы сказать, задание у нас было на вечер, нам дали такое задание, что мы по хэштегу ЛМО искали страницы и говорили друг другу, что со страницей желательно удалить. Такое было задание от них. Статус, возраст, интересы, жизнь, ценности, коммуникабельность, друзья, вовлеченность, светскую жизнь, это все, что наш бренд, ребят. Это реально, ну вот просто, они нам дали четкий план, скидывала его в чат, потом еще в обычный чат сделаем, думаю, что его можно немножко доработать. У них реально, они обычные люди, у них стоят будильники для постов, у них расписано на каждый день, они на неделю посты придумывают вперед, чтобы потом их просто, ну не то, что тема постов придумывают на неделю вперед, фотографии заранее готовят, они обычные, мы тоже все это можем сделать. Мы, говорит, тоже может быть даже какой-то день вообще просидим дома, никуда не выходя, но посты мы в этот день сделать обязаны в любом случае, так как мы брендируем себя. Все просто. Пожалуйста, я как-то не смогла тогда выйти, забыла брать слайд в начале сказать, честно, немножко растерялась сегодня. Четыре шага системы рекрутирования. Расскажу немного предысторию. Они, получается, вначале нам сказали, ребят, мы вам сегодня расскажем шикарные секреты рекрутирования. Четыре шага. Вот если вы досидите до конца и внимательно дослушаете, вы просто узнаете то, что не знает больше никто. Потом они па-па-ам, под аплодисменты открывают этот шаг. Все просто, ребят. Секрет ингредиента прост. Первый шаг это Э, второй Кру, третий Т, четвертый Руль. Что бы у вас в жизни не происходило, мы должны рекрутировать. Все, это четыре шага системы рекрутирования. Реально, я задавала вопросы, все, наверное, знают, что у меня теплый рынок, я к ней подошла, говорю, ну как начать работать с теплым рынком? Она меня смотрит, улыбается, работай с холодным. Я говорю, ну в смысле, ну теплый же рынок, он быстрее рост. Она говорит, да ты с холодным работай, пока ты думаешь, как ты работать будешь с теплым рынком. А то, говорит, вы думаете, как с ним работать, и при этом ничего не делаете. Ну не можешь с теплым рынком работать, а вот с холодным люди придут на результат. Учись параллельно работать с теплым. Не знаешь, что делать, рекрутилы. Не растешь, рекрутилы. Если у тебя баллов мало, рекрутилы. Не знаешь, чем заняться, рекрутилы. И не важно, говорит, какими способами рекрутилы, вы главное делайте. Просто лапками передвигайте, да, чтобы делать. Потому что вот действительно без этого, мы так смеялись на тренинге, потому что она говорит, мы понимаем, что вы, наверное, ожидали от всех наших спикеров, они же были последние, что мы сейчас выйдем и вам расскажем какой-то такой супер секрет, что вы домой все приедете и начнется расти. А все просто. Просто это нужно делать. Но за этой мотивацией, за этой энергией нужно туда ехать, ребят. И напоследок вам обязательно еще выложу все фотографии, вам скину. У нас было, отойдем немножко от рекрутинга. один свободный день полностью с утра до вечера. И я, как девочка послушная, да, многие мне советовали, в том числе наш Миша Булавцев, чтобы мы посетили озеро Айцы. Потому как, потому как, если время ограничено, выбираешь все-таки что-то такое. Озеро Айцы это что-то просто небывалой красоты. Ничего, все длилось 8 часов, но оно до такой степени быстро прошло. Это просто реально, это такая красота, ребят. Мы поднимались к водопадам, да, мы дегустировали мед. Честно, я не удержалась, потому что у меня мама очень любит мед. Как я его тащила, это была другая уже история, так как у меня не было... Я туда ехала вообще без багажной, я говорила, да, что я купила случайно без билета, поэтому у меня была сумочка айфлеймовская, а все-таки когда я обратно наложила это все сувенирами, это было довольно-таки весело, сумка была просто неподъемная. Айца это... Ну вот это, конечно, так, я уже просто вспомнила, айца это просто что-то небывалое. Там так красиво, ребят. Вот это то, что я советую, наверное, побывать просто каждому там, потому как там настолько незабываемые места. Я бы у меня челюсть мало того, что в Афоне открылась или не закрывалась, то на айце она просто, мне кажется, у меня улыбка была до ушей. Вообще, я родилась на моментах, когда я гуляла по новому Афону, по айце, я улыбалась просто всем прохожим, потому что у меня вот этот детский восторг, даже когда я шла одна по новому Афону в последний день, я улыбалась просто всем, только в ладоши не хлопала. Айце это то место, на котором вот смотря на такие красоты, мечтать это просто великолепно. Мне кажется, я ехала в экскурсов в одном автобусе, но я была одна, потому что я была до такой степени, в оединении с этой природой, это до такой степени красиво. Это просто, это шикарно, это просто небывалые красоты. Я могу честно сказать, что у меня очень много фотографий, но я всем своим даже сказала, они все посмотрели, полистали, ну да, красиво. Пока ты не побываешь в Абхазии, ты в принципе не ощутишь эту красоту. Фотография это абсолютно не то. Это совсем не то, что могли в принципе дать эта красота. Фотография это так. Хорошо, потом вернемся еще к последней вечеринке, отвечу на вопрос. какие мои цели. Лиль, я расписала, для меня это очень сложно было, я понимаю, что я это должна была сделать давно. Я расписала после тренинга, получается, забыла фамилию, которую Леонид Сан и Аскар Даминов провели, которая вам пообещала тоже дать эту информацию. Я расписала полностью план на год. Причем расписала до такой подробности, вам обязательно потом покажу, как это делается на тренинге, там расписывается просто в какой срок вы чего. Я знаю, что, я прекрасно знаю, что Лиля и все, нам уже давали, Миша, Лиля, я ни в коем случае не говорю, что я эту информацию не знала, но просто у каждого должен быть какой-то толчок, который подтолкнет ему к этому действию, потому что я действительно, я не умела мечтать. Расписала цели просто до невозможности, просто полностью на каждый день можно сказать в плане том, что да, в какой сроке что у меня будет, какая квалификация, что начала делать. Рекрутила, возвращаю, накручиваю муховик, расписываю дома по бумажкам все свои цели, все свои мечты, развешиваю по дому как умолешенная, чтобы это постоянно видеть, это тоже из тренинга. Муховик. Вот честно, начала учиться смотреть, да, каждый день поставила себе, это такие мелочи, которые я понимаю, что я должна была сделать давно, будильники для постов, пытаюсь смотреть у лидеров посты, чтобы делать что-то подобное, может быть, где-то у меня пока еще получается кривенькая, не так как-то, у Санникова и у Шаймардана, расстраница, в которую я просто влюблена, ну, я же должна этому всему учиться, поэтому у меня шажки еще пока такие маленькие, но честно, я начала это делать, я расписала свой план, ребят, я его, конечно, сейчас дома подкорректировала, первую ночь после тренинга Лейсаны Аскара, просто реально, я ночь не спала, что вы потратите на план, я считаю, ну, вот это вот Торкнуло называется, просто вот, на такой степени, да, ребята все были шикарные, почему я действительно говорю больше про Лейсаны Аскара, Надя, она просто это шикарная мотивация, Кукушевы, они просто большие молодцы, просто реально, Инстаграм, они нам рассказали просто каждую подробно, Шахаева и Шаймардана, это просто вообще бесценные какие-то ребята, которые с ними просто нужно, они каждый дали мне, они меня научили брендировать, что я не умею, да, Инстаграм заставили меня полюбить, и мотивация шикарная от Нади, каждый спикер был, он просто для меня бесценный, но то, что мне дали Аскар и Лейсан, так как я именно за этим ехала, оно для меня, оно просто, наверное, самое дорогое, вы не понимаете, я действительно оберяю себя как маленький ребенок, так как Лиля, Миша меня видели, что я не такой уж бываю эмоциональный человек, я подошла к Шаймарданову в последний день, взяла ее за руку, я ей рассказала, наверное, все, 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 что я взяла от этого тренинга, потому что это была такая улыбка, я ее благодарила, но, конечно, каждый лидер, я просто понимаю, что людям, которые меня знают, они прекрасно знают, как для меня сложно вообще просто к людям подходить, и интервью у меня есть, я их загрузила, обязательно вам скину, это больше даже были интервью, чтобы себя перебороть, Лиля, думаю, помнит, что в Египте за все пять дней она меня так и не заставила ни разу подойти к людям и взять интервью, потому что это было для меня, вот если кошку поставить в дверь, она возьмется так вот лапками за перила и будет так орать, что ее туда невозможно пропихнуть, а тут я их брала, да, после, вот именно вот этот, может он у меня рост вот личностный намного медленнее, чем у многих, но он у меня есть, вот этот, я очень рада, что побывала на этом ЛМО, честно, я считаю, что каждый, кто туда приехал, взял что-то для себя, кто-то, например, у меня соседка, да мне эти вот их визуализации и мечты вообще нафиг не нужны, я все и так делаю, понимаешь, для кого-то, да, но для меня это был именно толчок, который, наверное, подтолкнул меня к каким-то действиям, просто я о чем хотела сказать, можно бесконечно работать в инстаграме, делать абсолютно все, бить лапками, но если мы не научимся мечтать, как бы это банально не звучало, мечтать масштабно и безусловно, ребят, я уже несколько лет бью лапками и было такое, что у меня было даже ежедневно, в принципе, по 10 регистраций, по 5, но мечтать я не умела, реально не умела мечтать, и поэтому все мои эти, в принципе, стукания лапками, они ни к чему меня не приводили, реально не приводили, сейчас я считаю, что вот именно на данном тренинге мне дали именно то, что на данный период времени мне важнее всего. конечно, увидим это все в росте, я не говорю о том, что мы должны в мечтание в визуализацию кинуться и ничего при этом не делать, нет, это все должно быть в совокупности, просто нужно делать все вместе, сейчас я уже закругляюсь, разволталась я, конечно, надолго, последняя вечеринка, чтобы вы понимали, 300 человек, люди, которые последняя возможность подойти к лидерам, пообщаться, я говорю, я делаю, я Кукушову за руку, мне кажется, Кукушова вообще на меня смотрела как немножко на умолешенную, потому что она знает, кто я такая, Шаймарда, она вам подошла, мне хотелось прям каждый ее потрогать, пощупать, поговорить с ними, просто, чтобы перебороть себя, просто сказать, на фотографиях, думаю, все видят Джамилю Горбатко, она и в том году была, в этом, Надя Санникова, кто вот еще не знает вот эту вот девушку, еще буквально на секунду про нее скажу, вот на этой боковой фотографии, на минутку вам подскажу, что это бриллиантовый директор открытой квалификации на данный момент, знакомое лицо, имя боюсь перепутать, вроде бы Регина Ижбаева, буквально недавно она открыла эту квалификацию, девушка 28 лет, приехала со своей командой, ребят, скину вам интервью, вы не представляете ее команду, там такие парни, они все в татуировках, там одному парню 18 лет, скидывала вчера буквально про нее пост, Регина Ижбаева, думаю, что кто-то слышал о ней, просто до такой степени у нее разная команда, да, на Марию Ган похоже, кстати, у нее разная команда, Айфлейм просто для всех, эти парни до такой степени отличали от всех, ну, понимаете, руки просто синие, в татуировках, все в таком плане, но они в Айфлейм, они растут, она с ними сделала эту квалификацию, бриллиант, это вам, извините меня, даже не такой уж маленький, да, она действительно молодая, крутая, тусовщица, ну, в общем, вот, кто не знал, пожалуйста, Регина Ижбаева, кстати, там был еще один бриллиант, не сразу это узнала, и, к сожалению, не сфотографировалась Наталья Хвостова, может быть, кто-то ее тоже знает, но я думаю, что слишком долго я вас уже загрузила, может, кому-то уже поднадоело, кто-то повыходил, просто честно, очень хотелось, ребят, вам все это передать, Наташа очень крутая, да, просто мне буквально в последний день, вот уже, когда мы уезжали, тут, говорит, еще Хвостова была, только девушка, женщина одна, говорит, я только, говорит, побоялась к ней подойти, сфотографироваться, я вообще никому практически не могла подойти, я уже это переборола, вы заметили, да, одна, обезлили, меня, в принципе, никто не подпинывал, я могла, да, это и тот для меня большой плюс такой, что я могла вообще, да, и там была вот еще Наташа Хвостова, я по внешности-то поняла, кто это такое, кто это, кто это такое, все уже заговариваюсь, ребят, я хочу вам сказать, у кого есть такая возможность, и даже у кого нет этой возможности, первое, что вы должны сейчас сделать, открыть свой планировщик, и на июнь 2018 года написать ЛМО, это то место, в котором вы обязательно должны побывать, вы обязательно возьмете оттуда то, абсолютно, может быть, кто-то поехал бы другой на этот семинар, и много было, 300 человек, я говорю, кто-то вот, например, на мечту на результате даже внимания не обратил, им потому, что это не надо, в данный момент, ну, каждый из вас бы взял то, что им нужно на данный момент, поэтому обязательно планируйте поездку в ЛМО 2018, я могу поднять руку, что я планирую, конечно, хочу поехать с командой, поэтому обязательно вы должны побывать на этом мероприятии, просто это стопроцентная мотивация, которую, даже конференция в Египте, на которой я была, я говорю, Лиля меня просто это толкало, но я так и не наста, ни одно интервью, даже под мощным прессингом, да, можно сказать так, в шутку, любя Лили, я не взяла ни одного интервью, ну, видимо, тогда было еще не время, а здесь, понимаете, просто пообщаться с бриллиантами и людьми, они до такой степени открыты и готовы вам рассказать абсолютно все, они рассказали все свои секреты, просто секретного ингредиента нет, они просто мечтают, визуализируют, лапками работают побыстрее, чем мы, да, и плывут просто к своей мечте, я думаю, что сегодняшний тренинг вам был полезен, пишите обратную связь, всем спасибо за внимание, честно, я бы могла еще часа два говорить, так как эмоции у меня пока еще не закончились после ЛМО, и не закончатся еще очень долго, всем спасибо, пока-пока, очень надеюсь, что кто сегодня, по крайней мере, в комнате, и кто вообще у нас в команде, лидеры, ключевая команда, новички, в следующем году мы поедем уже все-таки с командой, чтобы было уже с кем делиться этими впечатлениями, ну, в плане того, нужно обсуждать, да, вот пока из вас я съездила одна, и эмоции у меня просто не заканчиваются, реально, я домой приехала, ну, кому мне еще рассказывать, кому, конечно же, моя мама, моя тетя, моя сестра, я уже третий день не заканчиваю разговаривать и рассказывать, рассказывать, я при этом делаю что-то в компьютере, ты-ты-ты, но при этом я рассказываю, мне хочется каждому показать фотографии, потому что фотографии даже это не то, вот то, что у меня внутри, вы просто не представляете, что там у меня, взрыв какой-то, вот шикарные лидеры, шикарная мотивация, еще и с шикарной природой в совокупности, это просто то, куда надо действительно поехать и съездить, это зависит только от вас, это зависит не от квалификации, не от команды, только вы можете себе пропланировать следующую поездку и обязательно, да, увидимся в 2018 году. Всем пока-пока, спасибо за внимание, пошлите работать, люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok